Всем добрый день или добрый вечер. С вами питомник семейный Розы Бушес. Мы здесь находимся с вами сейчас в питомнике вокруг наших роз. Хочу вас немного познакомить с тем, как мы боремся с пересортицей. Многие садоводы часто задают вопросы, как много пересорта. И вы, наверное, знаете, что это большая проблема среди всех. Я, заказывая, особенно в огромных, больших питомниках, Розы, приходит пересортиться. Ну, во-первых, мы садим все сами, начиная с шиповника. На заднем плане за мной пустая поляна. Мы буквально на этих выходных посадили, посеяли, то есть шиповник. Рядом есть годовал, и мы в этом году его будем выкапывать. Вот буквально через неделю начнем копать, сортировать и закапывать зиму. И далее у нас шиповник, который заокулировали мы в этом году в июне. На следующий год, ровно через год, у нас это будет сезон осень 2023 года. А сейчас перед вами роза, которую мы продаем сейчас осень 2022 и плавно переходящую на весну 2023. Соответственно, что мы делаем? Первый, когда у нас первый цветок, это обычный конец мая, начало июня. Мы по бутонам, первое цветение самое обильное, самое красивое, по бутонам, по своим спискам, мы уже прицепляем на каждую куст свою индивидуальную этикетку. Вот, например, перед вами сорт Лиола. Посмотрите, как она, кстати, очень красиво цветет. Это флорибунда, обильное цветение, запах легкий, но очень красивый. И на каждом кусту есть свое название, то есть это Лиола. Когда мы копаем, мы ориентируемся по нашим спискам. Мы же окулируем непосредственно 30 кустов одного сорта, там 50 кустов другого сорта. И, соответственно, у нас, конечно же, есть списки, что вот после этого сорта идет следующий. И обязательно ориентируемся на наши этикетки, которые уже в грунте здесь, в кусту приклеены. И, соответственно, вы получаете, когда саженцы роз, обязательно они идут с этикетками, каждый саженец подписан. Поэтому не бойтесь, если вы закажете 10, например, кустов разного сорта, вы их не перебутайте. На каждом кусту есть этикетка, там написано название, в какой группе роз она относится, например, чайно-гибридная или флорибунда. И обычно еще написано, что это розовый бутон, розовая роза, фиолетовая, желтая и так далее. Если есть какие-то вопросы, вы всегда их можете мне задать. Мы в комментариях обязательно вам отпишемся, ответим с радостью на любой вопрос. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нам это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!